Всем здравствуйте! В общем, я на своем самокате Xiaomi M365 недавно поменял батарею. Поменял ее на пробеге 6 225 км. Понял, потому что полного заряда мне начало хватать на 6 км. И максимальная скорость, которую удавалось достичь даже при полной зарядке, 22,8 км в час. И пришлось поменять батарею. Под нагрузкой BMS показывала очень сильные проседания 6 ячейок из 10. Здесь видно в правом скриншоте Underload, что целый пак 8, 2,67 вольта. Остальные тоже проседали достаточно сильно. При зарядке, после зарядки, разбег по ячейкам небольшой. Балансировать эту батарею уже нет никакого смысла. Если кто-то говорит, что отбалансирую и станет как новая. Какой там максимальный, максимум дифференс. 0,038 вольт. Там никакая балансировка не спасет. В сумме батарея, считаю, прошла неплохо. 701 цикл с постоянной нагрузкой. То есть батарея достаточно нагруженная в Xiaomi M365. В Pro менее нагружена. Поэтому Прошки, в принципе, выезжают больше. Ну и их пробега на заряде больше. То есть я думаю, Прошка минимум процентов на 30-40 проедет. Проживет дольше, чем обычный M365. И вот при пробеге 6226 км. Я поменял батарею. Как поменял батарею, самокат сказал, как новую. Просто. То же самое расстояние. На следующий день я проехал с новой батарейкой. И у меня осталось 78% заряда. Здесь вот показывает. Я еще даже не доехал. И тут показывает 14%. Я приехал, там было уже, наверное, 7%. Так что, вот такие вот дела с моим самокатом, с моей батарейкой. Та, которая, вот эта батарея разряженная, она просто лежит. Там хорошая целая БМС. Я в ней менял предохранители. Может быть продам. Может быть что-то с ней сделаю. Ну, пока что ее ремонтировать точно не буду. Нет смысла эти 6 ячеек пытаться как-то восстановить, поменять. Так как остальные наверняка 98%, что в ближайшее время станут такими же. Деградация будет плюс-минус одна и та же. Что хочу в целом сказать, что именно M365 версия не Pro. Она более нагружена. Сама батарея более нагружена. Поэтому выносливость батареи будет меньше. В Pro я считаю, она менее нагружена батарея. И она в целом проедет больше количества километров и циклов. Самое главное циклов. Ну, 701 цикл как бы в принципе немного. У меня телефон после трех лет я поменял батарею. Ну, вот три года каждый день заряжал. Можно сказать 800, может 900 циклов. Телефон тоже сильно разряжает аккумулятор. Плюс там постоянный нагрев идет. В Xiaomi не исключение. Так что питать иллюзией, что самокат именно Xiaomi будет жить вечно, проедет миллионы километров, точно не стоит. В электромобилях, как мне кажется, ситуация немножко другая. Там циклы будут намного больше. Деградация намного меньше. По своим причинам. Но вот то, что я имею со своим самокатом, решил поделиться. Люди писали у меня на YouTube канале, комментировали, что кто-то проезжал уже и по 5000 на обычном, и на 365, и вроде как все хорошо. Возможно, что моя батарея, так как она Battery Date, вот здесь вот второй скриншот Battery Date, это декабрь 2016 года. Так как она была одна из самых первых, это еще Blue Cells. Не Purple, как сейчас в новых, а Blue Cells. Так как, возможно, это были самые первые, самые старые батарейки. Они прожили меньше. Возможно, в новых ревизиях после, там, 18-го или 19-го года более живучие. Но я-то бы так не думал. То есть рассчитывать на такой пробег на самокате, на M365, в принципе, резонно. И после этого уже думать, что-то делать с батарейкой. Ну, тут думать сильно нечего, как просто берешь, да и меняешь. Вот такие вот дела. Катайтесь аккуратно, на здоровье.